Покосившиеся мафы, ветхие скамейки, дорожки, по которым становится опасным ходить. Дворовая территория возле дома номер 6 по улице Куйбышева давно не отвечает современным требованиям комфорта и безопасности. Именно эту территорию, третью на своем округе, депутат Петр Смирнов намерен благоустроить с помощью программы поддержки местных инициатив. Будет реализован ремонт дворовой территории, а именно вот те мафы, которые у меня за спиной, они уже пришли в негодность, старые. Их необходимо заменить, также произвести ремонт дорожек пешеходных, которые проходят через этот двор по диагонали, и установить новое освещение. Механизм реализации программы начинается с инициативы самих жителей, которые на общем собрании выбирают территорию или объект для благоустройства и собирают необходимые документы. Программа реализуется при поддержке правительства Нижегородской области, поэтому большую часть средств для реализации проекта выделяется из регионального бюджета. Для участия в этой программе обязательно нужно софинансирование со стороны населения проекта не менее 3% и софинансирование местного бюджета. В этом году из городского бюджета выделяется не менее 25% денежных средств. Также могут привлекаться деньги спонсоров. Кстати, софинансирование благотворителей повышает шансы проекта выиграть конкурс. За время участия в программе в нашем городе ежегодно реализовывалось по 8 проектов. В основном это объекты благоустройства, то есть детские площадки, дороги ремонтируются, тротуары. И вот в ТИЗе у нас два года выполнялись работы по устройству канализации. Яркие мафы, прочные скамейки и ровные широкие дорожки. Все пожелания жителей близлежащих домов выполнены. Дворовая территория по улице Шверника 21 также была благоустроена благодаря участию в программе поддержки местных инициатив. Так что жителям дома номер 6 по улице Куйбышева осталось ждать совсем недолго. К июню уже будут понятны объемы финансирования и внесены все необходимые средства как жителями, так и спонсорами в бюджеты. Придут финансирования из областного бюджета, дальше это будет корректировка бюджета. Если проект выиграет конкурс, то ремонт дворовой территории начнется уже в июне. А к началу зимы жители получат в свое распоряжение благоустроенный двор с расширенной парковкой, удобной детской площадкой и новыми световыми опорами. Елена Грецкова, Гостантин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.